здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию немножко необычный стример но довольно таки уловистый по окуню в мелких размерах красноперка плотва не пропускает но вообще больше всего рассчитана на окуня но будьте бдительны щука тоже его не пропускает были случаи что откусывала чем есть изюминка я взял крючок немножко необычный это крючок для ловли бычков у нас его так называют бычковый очень удлиненное цевьё и в бок загнут изгиб вместе с жалом но это не мешает изготавливать довольно таки хорошие стримера используя такой крючок приступим я беру щепоточку небольшую красного меха писа и креплю сразу небольшую совсем 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 небольшую так чтобы обозначить точку точку атаки убираем подшерсток и крепим вот приблизительно где-то вот такую щепоточку стараемся подбирать так чтобы лишнего меха у нас не проматывалась на цевье крючка промажем немножко место крепления клеем вот приблизительно вот такая щепоточка у нас будет выполнять роль точки атаки нашей распределили мех ровным слоем под цевью вот так и прихватили почему именно такой длины если несколько покороче бывает так что окунь заглатывает настолько сильно вытащить без травмирования очень очень его тяжело поэтому при вот такой длине очень удобно вытаскивать и рыба не травмируется и хорошо ее потом отпускать на волю промажем немножко клеем вообще клей мы будем использовать сейчас постоянно промажем клеем и я беру вот такую полосочку фольги из упаковки креплю здесь закрепили прихватили лишнее можно не отрезать и и теперь я беру кусочек такой же величины как я брал красного беру кусочек белого меха вот у меня есть вот такой мех писца не очень длинный но достаточно мягенький старайтесь подбирать так чтобы было был мех очень 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 подвижный в воде игра его должна быть настолько мягкой считайте что вы изготовили зонкер убираем длинный непослушный волос и убираем немножко под шерсток вот приблизительно вот такая небольшая кисточка подровняли обрезали промажем клеем и здесь же закрепим крепим весь материал верхней плоскости только в верхней плоскости стараемся сильно не нагромождать материал в одной в одной точечке так как будто бы мы вяжем вяжем стример на трубке где излишне обороты у нас не нужны прихватили вот так в одной точке и буквально здесь же чуть-чуть промажем клеем и промотаем нашей фольгой сделаем пару тройку оборотов так раз в одном месте два этого будет достаточно прихватили не отрезаем прихватываем наш люрекс и здесь же его оставляем отводим в сторону берем щепоточку теперь промажем клеем и берем щепоточку подгоняем черного меха что? стёпцик Субтитры сделал DimaTorzok И здесь же крепим в одной вот так точке наш чёрный мех Прикрепили И проматываем опять Промажем клеем И проматываем Опять нашим люрексом Подхватили И увели в сторону Опять промажем клеем И подберем щепоточку белого меха Субтитры сделал DimaTorzok Следим за тем, чтобы величина нашего меха была во всех случаях одинаковая и строго по вертикали. Промажем клеем и промотаем. Как вы видите, принцип для вас понятен, я дальше буду продолжать сам, когда иду до места изготовления головы нашего стримера, будем продолжать вместе. Вот мы с вами провязали вот с таким чередованием белый, черный, белый, черный, дошли до места крепления изготовления головы. Я отрезал вот такую щепоточку, чтобы обозначить плавники и жаберки и установлю ее здесь, возле колечка. Подтянем сколько нам нужно. Вот так. И остальное закрепим. Вот так, если видно вам. И теперь нам остается сформировать головку и приклеить глазки. Вот я приклеил глазки, немножко вскрыл лаком головку стримера, и вышел у нас вот такой стримерочек. По окуню работает очень хорошо. Экспериментируйте, пробуйте с цветами. Головку, конечно, надо будет покрывать еще неоднократно, для того, чтобы она хорошо сформировалась. Ну, а я с вами буду прощаться. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok